Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про предпринимательство, причем не простое, а социальное. Социальное предпринимательство, как оно живет, как оно развивается и как оно функционирует в нашем Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы общественникам и вообще гостям нашей сегодняшней передачи. Сегодня в гостях у нас Светлана Геннадьевна Налепова, ответственный секретарь общественной палаты Одинцовского района. Здравствуйте. Здравствуйте. А также у нас сегодня Дарья Михайловна Герасименко, главный тренер танцевальной и спортивной школы Элит Дэнс и участник федеральной программы, акселерационной программы, о которой мы сегодня с вами еще поговорим. Добрый вечер. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Действительно, предпринимательство – это тема, которая вот сегодня довольно, я не скажу, что какие-то вопросы вызывает в том, насколько она необходима. Вообще, конечно, в нашей стране, разумеется, она необходима. Вопросов тут нет. Но вот насколько это рентабельно, насколько это вообще осмысленно сегодня с учетом нашей экономической ситуации, политической, лезть в бизнес, рисковать деньгами. Такие вопросы возникают. Будем откровенны. И поэтому весьма интересно многие находят тот факт, что наше государство поддерживает предпринимательство и в особенности большое внимание нам известно уделяется предпринимательству социальному. Я вас попрошу для начала уточнить все-таки для наших гостей, да и, в общем-то, для меня, потому что, без признации, я тоже не вполне понимаю, все-таки, что такое вообще социальное предпринимательство? Вообще, социальное – это вроде как новое слово «общество», правильно ли, что-то такое? Да, да, все верно. Но вообще, в принципе, значение предпринимательства нельзя недооценивать. Социальный предприниматель – это прежде всего предприниматель. Это ни в коем случае благотворитель, потому что участники приходят в программу и немного путают эти термины. Они начинают бесплатно предоставлять услуги, бесплатно что-то помогать, что-то делать. Это немножко из другой отрасли. Социальный предприниматель – это тот, кто в силу своей предпринимательской деятельности существенным образом меняет жизнь своей так называемой целевой аудитории. Это в определении, это приказ президента 2012 года. То есть, насколько это было давно, программа созревала. Что такое целевая аудитория? Это те люди, которым вы помогаете изменить свою жизнь, устойчиво изменить жизнь к лучшему. Например, вы можете взять совсем яркий пример на работу инвалида, да, то есть оборудовать ему место, благо сейчас центр занятости помогает, дает субсидии по этому вопросу. И он может полностью изменить свою жизнь тем, что он трудоустроен, это полноценный член общества, и вот таким образом вы уже являетесь социальным предпринимателем. И неважно, чем вы занимаетесь, даже торговлей можете заниматься в этот момент. Или еще один момент, когда вы берете целевую аудиторию на сотрудники, когда вы, допустим, предоставляете какие-то, например, сервисы для своей целевой аудитории. Например, у нас в проекте Валентина Ермакова, она автор своего уникального массажа, и для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП. Если вовремя взяться, да, за вот именно эту методику, то до снятия, соответственно, диагноза. То есть это ребенок уже, может, не абсолютно полноценный? Я правильно понимаю, что социальное предпринимательство не ограничивается исключительно социально незащищенными какими-то своими усилиями? Ни в коем случае. Это могут быть многодетные, это могут быть пенсионеры, это могут быть подростки, это могут какие-то дети быть, это могут быть неблагополучные. Фактически это может быть ровным счетом кто угодно. Главное, что социальное предпринимательство, насколько я понимаю, оно направлено на развитие общества в каких-то вот... На глобальное причем. То есть изменение жизни вот этой вот своей целевой аудитории. Ну что же, насколько я понимаю, общественная палата у нас весьма активно участвует и поддерживает различные инициативы, которые выдвигает наша власть, какие-то отдельные частные лица и так далее. По качестве вот продвижения предпринимательского некого духа, по-хорошему, скажем так, авантюризма, да, среди вот населения Одинцовского района. Действительно ли это так? Я, насколько помню, вы у нас действительно уже были в студии. Именно с вопросом социального предпринимательства мы обсуждали целый ряд программ, в том числе федерального характера. Все мы понимаем, что сейчас происходит в стране. Все-таки государство действительно поддерживает на деле предпринимателей? Государство хочет, как бы, предпринимает попытки, да, но на самом деле и реально действует в этом направлении, помогает предпринимателям, да, самим самостоятельно. Акселерационная программа это такой, не знаю, как в студии сказать, да, я говорю, то есть такой толчок предпринимателей не сдвинуться с какого-то пути. Если у вас какая-то задумка, если вы уже действующий бизнес, чтобы его очень быстро перестроить, потому что есть определенные сроки. Автором федеральной программы является фонд социальных инвестиций, федеральный. И задача, к сожалению, очень мало примеров социального предпринимательства в России, именно большого такого масштаба. Задача вот этой федеральной программы сформировать масштабные такие проекты, проекты социального предпринимательства федерального уровня. Их у нас в России пока нет. Есть яркие звездочки, но вот такого федерального масштаба нет. А можно примерно обрисовать финальный результат? Не обязательно, например, реально существующих проектов в других странах. Ну, в принципе, как они себе видят вот этот идеальный результат какого-нибудь одного проекта? Идеальный результат одного проекта, ну, то сложно сказать, каждый участник видит идеальный результат, а это касается инвесторов. Потому что программа, после прохождения программы, всех сессий, работы специалистов, работа в районе по поддержке менторов, различных трекеров, бизнес-тренеров. И такая кульминация программы — это инвестиционная сессия. Она у нас будет в марте первого потока, который мы сейчас запустили, проектов. Это когда инвесторы, которые имеют программы по социальному предпринимательству, именно федеральному, они видят, что проекты можно масштабировать на Россию, на федерацию, на федеральный уровень, они инвестируют в эти проекты. И мы уже вот на это. Мы уже объединились с группой, с московской, одновременно с нами запускается. То есть мы как бы первые в России группы вот в этой программе. Одинцова и Москва, и мы почти параллельно идем, но инвестиционная сессия у нас будет объединенная даже. Понятно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, наш телефон 508-86-84. Мы работаем в прямом эфире. Звоните. Сегодня мы обсуждаем социальное предпринимательство, однако принимаем заявки, вопросы и предложения по любым вопросам, с которыми работает общественная палата Одинцовского района. Так что напомню, 508-86-84. Ждем ваших звонков. Я так понимаю, что у нас сегодня присутствует в студии один из участников данной федеральной программы, Дарья Михайловна. Расскажите, пожалуйста, о своем проекте. Что вас вообще побудило в нем принять участие и как у вас пока что проходит дело? Ну, я, во-первых, большое спасибо за приглашение. Возможность рассказать о нашем проекте и какие трудности у нас встречаются. И что мы хотим. Почему мы социальные предприниматели? Потому что мы привлекаем детей, подростков и молодежь к здоровому образу жизни посредством занятия самыми модными, современными, зрелищными и яркими танцами. То есть мы их ограждаем от негативного влияния улицы. Но когда мы их привлекаем, они понимают, что они попадают в настоящий танцевальный спорт. И для нас это тоже очень важно. То есть через современные танцы в танцевальный спорт, грубо говоря. Ну и, конечно, хотим создать многоуровневую систему танцевального образования. Потому что сейчас, в данный момент, в современных танцах творится некий хаос. Мы очень хотим это все систематизировать, стандартизировать и, конечно, работать на качество. Все-таки дети наши должны получать очень качественное танцевальное образование. Они могут получить за это сертификат, то есть документ в окончании нашей систематизированной школы танца все-таки. Ну и один из очень главных аспектов – хотим создать школу тренеров, предоставлять подросткам возможность работать. То есть, опять же, это создание школы тренеров в нашей школе танца. То есть это уже речь идет и о рабочих местах для подростков в том числе? Конечно, конечно. Предоставление рабочих мест, опять же, в наших филиалах, если у нас все получится, то это все возможно. Все обязательно получится. Но для нас важность, да, как бы для, не знаю, для куратора программы федеральной, это та возможность для подростков как целевой аудитории, что ребята, несмотря на то, что их требования к спортивной подготовке, они берут детей из 12 лет, да, то есть вот этих самых детей, которых где-то находятся, еще не определились и не пробовали себя в спорте, и приобщают вот к этому обществу яркими примерами, меняют их жизнь. Уже даже вот на этом этапе, то есть не с трех лет, не с четырех лет. Хотя с трех лет малыши тоже танцуют. У нас занимаются дети с трех лет. Этих деток мы ограждаем уже от улицы. То есть, да, наша задача, чтобы они туда даже и не попали, и не посмотрели. А давайте поподробнее поговорим о ваших детках. Сколько у вас, расскажите, пожалуйста, всего сейчас в вашем Одинцовском филиале ребяток обучается, и какие у вас планы? Я так понимаю, вы же хотите расширяться. Мы хотим масштабироваться однозначно, потому что то, что мы сейчас начали, это наше маленькое, некий старт в наши масштабы. Мы, конечно же, хотим открывать новые филиалы, и, безусловно, это Одинцова. Вот. В данный момент у нас занимается уже больше 150 детей. Это наш такой хороший старт. Хорошо, давайте перейдем к вашему непосредственному участию в федеральной акселерационной программе. Расскажите, почему все-таки возникла мысль принять участие? Чего вы ожидаете от своей возможной победы? Мысль возникла, потому что... Прошу прощения, давайте вы сейчас меня об этом расскажете, пока примем еще один звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вопрос к общественной палате. В нашем государстве кризис идет на развитие. Читая наши газеты, и областные, и Одинцовские, о кризисе не чувствуется ничего. Мне бы хотелось понять, есть ли в нашем районе антикризисная программа. Потому что просто так, просто выбивая сейчас налоги, мы не обеспечим ту базу, с которой потом можно собирать эти деньги. Если такой анализ есть, нам важно, чтобы предприниматели выжили, может быть, им в чем-то надо будет помочь. Иначе просто их не останется. Но эта тема ни в прессе, нигде не затрагивается. Если государство разрабатывает программу, то, наверное, для нашего района тоже бы не мешало. Я в полупрообласть не говорю. А сейчас стериляция классная, все отлично идет. Хотя за три года мы на треть уменьшаем бюджет района. Можно ответить, да? Конечно, можно. Спасибо огромное за звонок. Действительно, вот то, с чего мы начали эту беседу, все понимают, что в стране сложность определенного рода. И независимы в том числе от нас обстоятельствам. Тем не менее, все-таки подобные программы, они говорят о том, что предприниматели, кажется, не забыли. Светлана Геннадьевна, вы плотно работаете с вопросом, как на самом деле дело обстоит? Мы сейчас очень много работаем с предпринимателями, да, и они до сих пор говорят, лучше нам просто не мешайте, да, потому что поддержка государства еще под вопросом, нужно ли в этом время. Вот в наше, насколько тяжело сейчас государство тоже. Что касается антикризисной программы, если будет антикризисная программа на федеральном уровне, то будет и, соответственно, и на муниципальном уровне, пройдет через региональный. Это как бы стандартная система. Но если вы послушаете общественность, в том числе и общественную палату Российской Федерации, спикеров наших известных, то услышите, что речь все-таки идет и делает ставку на развитие, да, то есть на какое-то развитие каких-то моментов, которые сейчас можно. И такая программа есть в Однецовском районе. То есть она даже не в проекте, она, я так понимаю, уже разработает и функционирует, судя по вашему ответу, да? Да, это программа есть сейчас. Видимо, как она доступна. А можно ли как-то вот доступному языку буквально в двух словах озвучить какие-то вот определенные тезисы, может быть, базовые, которые, может быть, наших предпринимателей немножко утешат, скажем так? Ну, я не могу раскрывать, я не знаю, насколько это как бы сейчас актуально, потому что это утверждается по мерам, но то, что с общественностью мы работаем. Работают, то есть и власти в том числе данные вопросы не оставляют. И программы-инкубаторы небольшие, и молодежного предпринимательства есть программы, и семинары сейчас проводятся. 3 февраля будет на базе администрации района и встречи с органами, да, то по поводу новых изменений законодательства, вводим моратория на плановые проверки, трехлетние. Об этом нам прокуратура, надеюсь, расскажет 3 февраля доступным способом. Потом даже скидки на предоставление по арене социального предпринимательства. То есть достаточно много мер сейчас существует. Сейчас ищут, сейчас раскрою все программы, тот кусочек, может быть, что я предполагаю, как бы и знаю по обратной связи. Сейчас ищутся и по всей федерации, в принципе, способы микрофинансирования различных фондов, то есть максимально не задевая бюджет. Ни федеральный, ни региональный, ни муниципальный. Все знают, что льготы сейчас сокращаются. Поэтому мы сейчас все и вернули к социальному предпринимательству. Ну что же, давайте вернемся к той программе федеральной, о которой мы сегодня говорим. Дарья Михайловна, я спрашивал вас, что вы, в принципе, ожидаете от своей возможной победы и почему вы вообще решили принять участие? Еще одна из главных задач нашего проекта. Мы очень хотим создать профессиональную группу поддержки. То есть это группа по чирлидингу, детский, юношеский, взрослый состав. Потому что очень много спортивных массовых мероприятий проходит в Одинцово и в районе. Соответственно, есть профессиональные базы. Но лицо города, профессиональная команда, я понимаю, о чем я говорю, потому что мы можем это сделать, мы можем это создать. И сейчас чирлидинг – это вид спорта. Несмотря на то, что это зрелищно, модно, это вид спорта. Нам необходимы базы, нам необходимы ресурсы, это тренеры. В принципе, все это нам очень нужно. И может ли, скажите, федеральная программа вам это дать, если вы действительно окажетесь в топе лучших? Мы очень надеемся на помощь, потому что она нам сейчас в данный момент необходима. Накопив этот определенный опыт, тренерский, организаторский, танцевальный, мы понимаем, что вот все, о чем я сейчас говорю, мы можем это сделать. Но самим сложновато. Поэтому я благодарна тому, что мы попали в этот проект федеральный и очень надеемся на осуществление наших больших планов на Одинцовый район. Насколько вообще это, в принципе, возможно? Я так понимаю, что проектов там десятки, возможно, даже сотни. Как вы пока преуспеваете? Что у вас получается? Мы движемся, как мне кажется, медленно, но верно. У нас, во-первых, с нами работают профессионалы своего дела. Ну, посмотрите на Светлану Геннадьевну. Вот этот лучик, который нас заряжает своей энергией и, безусловно, своими знаниями. То есть поначалу свой бизнес, мы как социальные предприниматели, да, мы начинали, безусловно, на интуитивном уровне. И просто люди, которые горят этим делом, которые любят детей, которые хотят развития, которые хотят школу танца. Сейчас мы к этому относимся очень серьезно. И если мы говорим о каком-то масштабировании, то это уже не просто филиалы. То есть это большой дворец танца с серьезной школой современного танца и школой тренеров. Это что мы видим? На самом деле... Что мы видим? В отборочной сессии приняли участие 52 у нас предпринимателя, в том числе из других городов. У нас из Уфы только 15 человек, целая группа изъявила желание. И сейчас у нас 9 участников в проекте, 2 проекта у нас объединились. Пока вот такой вариант. То есть это 8 проектов, поэтому в любом случае это наши звездочки. Ну что ж, Дарья Михайловна, очень рад, что вы к нам сегодня пришли, поделились своим опытом. Надеюсь, что все у вас удастся и все получится. Спасибо большое, что вы к нам сегодня приходили. Спасибо. Уважаемые телезрители, не так давно в Одинцовском районе прошла вторая сессия федеральной акселерационной программы. Наша съемочная группа присутствовала при этом. Предлагаю увидеть глазами, как все это проходило. Практически все 9 бизнес-проектов, которые были отобраны для дальнейшей работы, ориентированы на детей. Профориентация, детское такси, танцевальная культура. Это говорит о том, что предприниматели готовы вкладывать в развитие подрастающего поколения все силы и все ресурсы. Вы знаете, все проекты ориентированы на детей. Либо на детей, либо на семьи с детьми. Потому что действительно это потенциал. Ребята хотят работать, ребята хотят зарабатывать, ребята хотят профессионализироваться. Но мы видим, что для этого реально пока очень мало возможностей. Федеральная акселерационная программа проходит при поддержке Общественной палаты Одинцовского района. Кстати, ее члены тоже представили свои проекты. Сейчас активно ведется работа по созданию молодежного профессионального центра «Мой выбор». В течение двух лет старшеклассники будут знакомиться с разными профессиями. Сейчас их в списке 50. А также пройдут обучение по бухучету и IT-технологиям. Суть состоит в том, что очень многие школьники, которые сейчас уже и 14, 15 и 16 лет, не имеют возможности увидеть изнутри возможность профессию, чтобы определиться с выбором профессии. Поэтому у нас будет возможность для них определиться с этой профессией и попробовать себя в различных профессиях, познакомиться с ними изнутри. Перевозка детей без сопровождения родителей стала темой одного из бизнес-проектов. Детское такси предложил открыть житель лесного городка. Если кто-то из детей заболел, соответственно, да, а второму нужно какое-то поехать в учреждение дошкольное, соответственно, они могли довериться именно нам, позвонить. И мы, возможно, даже с няней приедем, да, если это ребенок маленький, забираем ребенка, отвозим до дошкольного учреждения и делаем обратную связь. То есть, как бы полностью расположение родителей к нам для того, чтобы он не отвлекался, для него это было экономически выгодно, в плане, да, недорого это все сделать. Соответственно, чтобы также ребенок развивался, да, то есть он также поехал, не остался дома, грубо говоря, за то, что там мама не смогла его отвезти. Соответственно, мы его взяли и отвезли. Каждый проект был детально разобран менторами и трекерами. Предпринимателям показывали слабые стороны их бизнес-модели и делали акцент на сильные, указывая, что конкретно требует дополнительной проработки. В течение пяти месяцев социальные предприниматели будут работать над своими проектами, чтобы сделать их инвестиционно привлекательными и запустить в бизнес. Ну что же, вот так это выглядело непосредственно на месте. Давайте сейчас выясним у непосредственных участников данной программы, какие у них впечатления оставила данная сессия. А я пока напомню, уважаемые телезрители, наш телефон 508-86-84. Сегодня мы обсуждаем социальное предпринимательство. Однако любой ваш звонок, обращение, вопрос рассматривается как официальное обращение в общественную палату Одинцовского района. Так что в любом случае звоните, ЖКХ, культура, спорт, неважно, до адресата все обязательно дойдет. Ну что, Светлана Геннадьевна, здравствуйте. Еще раз наш гость. У нас сегодня новая Валентина Александровна Степанова, председатель Одинцовского клуба партнеров-предпринимателей и участник федеральной программы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, Валентина Александровна, приветствую. Рад, что вы к нам сегодня прибыли. Какие у вас вообще впечатления о данной конкретной сессии? Впечатления, конечно, у меня самые положительные. Я вообще, конечно, рада, что нам дали возможность поучаствовать в этой программе. Потому что на самом деле просто предприниматель и социальный предприниматель, они сильно разнятся. А почему? Потому что просто предприниматель, мы прекрасно работаем с ними, понимаем, что это означает. Это получение прибыли, получение максимальной, можно сказать, прибыли, да, используя свои ресурсы и возможности. Что такое социальный предприниматель? Как мы говорили уже, как Светлана Геннадьевна вам уже говорила, это означает осуществлять тот же можно бизнес, но делая жизнь тех людей, которые в этом нуждаются, немножко лучше. И вот в связи с этим, конечно, и возник проект, потому что сейчас, особенно в наше время, таких людей появилось значительно больше. Я думаю... Которым нужна помощь. Которым действительно нужна помощь. А кто может помочь, особенно в нашем районе? Это и как раз те люди, которые непосредственно рядом находятся. И при общении с нашими предпринимателями, особенно в клубе предпринимателей-партнеров, я обнаружила, что у людей, окружающих, допустим, в нашем клубе, возможность помочь существует тем людям. Единственное, они просто не знают, как это сделать. И вот улучшить жизнь детей, допустим, пенсионеров, инвалидов, они всегда готовы. Их просто нужно направить и помочь в этом направлении. И социальная, вот эта программа как раз, она помогает. Вы знаете, вот тогда, когда мы зашли в эту программу, я увидела людей с другой стороны. Насколько они открыты и они готовы помочь. Значит, я поняла, что вообще, как бы, успехи своего бизнеса, это не самый главный аргумент предпринимателей нашего района. Их еще интересует возможность улучшить жизнь. Я уже говорила об этом, возможность помочь и даже нашей молодежи. Нашей молодежи, потому что, на самом деле, когда мы сделали опрос в школе одной, мы обнаружили, что дети от 14 лет у нас, они вообще не понимают, кем они будут, когда уже, вот, в принципе, им необходимо выбрать какое-то направление, чтобы сдавать экзамены. Они вообще не понимают, что дальше будет. И на все вопросы они говорят, не знаю, не хочу. И вот в связи вот с этой проблемой у нас возникла идея, у меня и у наших предпринимателей, создать молодежный профессиональный центр. И помочь этой молодежи при общении с предпринимателями, при общении с специалистами и с различными профессиями сделать свой выбор. То есть сформировать представление о том, чего они вообще в жизни хотят и как этого достичь. Совершенно верно, потому что, на самом деле, если они знакомы с профессиями, может быть, теми, которыми владеют их родители. А дальше, ну, дальше они, в принципе, вообще не понимают, что означает, для чего у нас налоговые органы, прокуратура, допустим, для чего существует администрация, вообще понятия не имеют, что и для чего она существует. Потому что они живут в своем мире. А в каком мире? В мире интернет-зависимости, в принципе, в основном. Потому что, когда мы спрашивали, как они проводят в свободное время... Ну, это по тестам, да. Я просто немножко, может, добавлю. Мы проводили тестирование с молодежным центром совместно с общественной палатой как раз. У нас первая школа, это на базе первой школы было, да, при содействии комиссии по образованию, конечно, общественной палаты. И действительно, одни из вопросов, которые мы задавали, это как проводить в свободное время. 90% — это вот интернет. Мы все-таки ожидали, что такое предложение вокруг различных секций и бесплатных пришколах, но они находятся не где-то занимаются, а находятся вот именно дома. И мало кто даже ответил, что они играют там с друзьями на улице, то есть они общаются с друзьями. Но по интернет приводят в соцсети, в основном это ВКонтакте, да, туда мы даже выяснили. Вот такой момент. И что касается, вот, может быть, преимущества, вот этого вот уникального предложения центра, это возможность попробовать себя как раз на предприятиях, на предприятиях членов Одинцовского клуба-партнеров. То есть в виде стажировки непосредственно на конкретном действующем непосредственном бизнесе. Да, в виде стажировки. Но здесь нужен как бы интерес для ребенка, да, ему это интересно. Потому что, судя по тестам, все не задумываются о профессии с 14 лет даже, да, или там только по рекомендациям родителей, а не по какому-то своему осознанному. Мало что знают о профессии, это про большинство профессий родителей, это по большинству вопросов, но все готовы себя попробовать в различных профессиях. То есть может вот этот вот момент, их вот этим моментом зацепить и, соответственно, интересах зацепить, да, и, соответственно, предоставить им обучающих какие-то вещи. Например, экономика на предприятии, ты это все изучил, да, посмотрел руками, что-то попробовал, что-то сделал, там, допустим, какую-то аудиторскую компанию, например, да. А потом какое-то производство, маркетинг, даже бизнес-моделирование, там совершенно большая программа. То есть фактически речь идет в данном случае не о какой-то сухой теории, даже не о мастер-классе с действующими специалистами, а речь идет о вполне конкретной практической, эмпирической деятельности, правильно? Да, да. Вот Валентина Александровна рассказывала сегодня. Да, непосредственное участие на предприятиях наших членов партнеров, клуба партнеров, потому что они готовы предоставить свои площадки, производство офиса для ознакомления, значит, познакомиться с детьми, показать им, как они работают, какие специальности у них есть, профессии, непосредственно с этими людьми пообщаться. И итогом, вот мы, в принципе, для того, чтобы как-то зафиксировать вот это понятие о профессии, о деятельности этого вот предпринимательства, дети, мы готовы им, значит, чтобы помочь познакомиться с искусством презентации, они должны сделать презентацию о этом каком-то предпринимателе, о его бизнесе, о его людях, о их звездочках, о их продукции, понимаете? Вот, то есть, они должны составить какой-то образ, и я всегда говорю, результатом будет тогда, когда предприниматель посмотрит эту презентацию и скажет, господи, неужели это я? То есть, до такой степени. Естественно, это при помощи уже специалистов это будет все делаться. А помимо того, что детей будут учить вот именно для того, чтобы они искусство презентации, чтобы они смогли это сделать профессионально, и предоставить предпринимателю, и даже, чтобы он, если смог, эту презентацию использовать дальше для своей рекламы и продвижения. Кроме этого, правильно Казахстана Геннадьевна говорит, мы хотели, чтобы они, основам экономики, основам гражданского права, ну, как бы сказать, обучались, основам налогообложения элементарного, на элементарном уровне, основам, значит, каким-то простым программам, Excel, Word, для чего? Для того, чтобы это все можно использовать в любой профессии. Это необходимо просто сейчас, в наше время. Я так понимаю, что как раз-таки вот эти у нас элементы имеют место быть в виде каких-то лекционных занятий. Естественно, да. Как вы говорите, как раз и мастер-классов, и знакомства вот какими-то звездами нашего района, чтобы они представление имели, что люди выросли здесь, на нашей территории, а они об этом зачастую даже и не знают. Где они живут? Какая у нас все-таки Одинцовская земля богата такими звездами? Вот может создаться такое превратное, возможно, и не вполне такое хорошее впечатление у нашей молодежи, после того, как вот вы озвучили результаты некоторых исследований и так далее. Поэтому не могу не задать вопрос, много ли вообще желающих ребят к вам приходит, чтобы действительно чему-то научиться, что-то узнать? Вы знаете, вот превратное... Что я могу сказать? Для того, чтобы участвовать в социальной программе, да, как у нас основатель этой вот идеи, это у нас Сергей Голубев говорил, должна существовать личная история. Как раз личная история у меня существует. Я вам скажу. Моему внуку 14 лет. И я, общаясь с ним, вижу эти проблемы. Да, какие проблемы? Ну, ничего не надо, ничего не хочу. И все вроде бы как, все я знаю, я так умная, кого мне слушать. Да, в принципе. И вот, что вот это вот нужно нашей молодежи, вот это вот существенно. И общаясь с молодежью, с детьми этого возраста, я понимаю, что они как бы готовы, но им нужен, чтобы был интерес. Интерес как раз у нас и это есть. Вот эта вот презентация, общение взрослыми людьми, состоявшими, успешными людьми, для того, чтобы они понимали. Насколько это будет уже интересно, тогда и мы увидим. Потому что сейчас, для начала, эта идея у нас вот просто возникла где-то в конце года. В конце года. И сейчас мы сделали вот опрос. И первые шаги мы уже сделали. И работаем. И я думаю, что это заинтересует проект. Сколько сейчас детей, я думаю, заинтересованные, я не могу вам точно сказать количество. Но два человека, я вам точно скажу, есть. Это мой внук и его друг. Почему? Потому что на самом деле мой внук, когда я ему рассказывала о этой программе, и спрашивала, интересно ему или нет, он так делал вид, что ему это неинтересно и не слушал. А на самом деле задавал мне вопросы, по существу задавал вопросы. И если после того, как он поделился со своим другом, я тогда уже поняла, что это действительно. Парни загорелись. Я поняла, что это действительно мы попали. Что это должно быть заинтересовать их. И результат вот этого всего, я думаю, будет в первую очередь тогда, когда мой внук придет и скажет, бабушка, а я сделал свой выбор. Я буду менеджером или еще кем-либо будет. Ну, кем бы он ни сказал, я думаю, что он сделает свой выбор. Это будет мне. Вот знаете, вот как бальзам на сердце. Скажите, если мы вернемся к вашей работе в рамках непосредственного продвижения вашего проекта, в рамках федеральной программы, насколько вообще для вас, как для предпринимательского объединения, для предпринимателей это важно? То есть имеется ли какой-то элемент, например, обмена опытом или может быть выявление проблем вашего личного бизнеса? Ну, личный бизнес у меня, можно сказать, никак с этим не связан. Мы, потому что занимаемся, это у нас аудсорсинг, мы занимаемся аудитом, ведением бухгалтерского учета, предоставляем услуги как раз предпринимателям. И вот проблема как раз, это и возникло тогда, когда я вот при общении с ними узнала, о чем они беспокоятся и говорят. И поэтому, в принципе, вот такое создание взаимодействия клуба партнеров и нашей молодежи, это и есть поддержка и продвижение наших предпринимателей. А это, извините, это и есть мой бизнес. Ну что же, Валентина Александровна, Светлана Геннадьевна, рад, что вы к нам сегодня приходили. Спасибо вам большое. Я думаю, что, в общем-то, вопросы социального предпринимательства людей наших интересуют. И поэтому, когда мы когда-нибудь все-таки вернемся к этой теме снова, я надеюсь, что у нас уже будет определенная в предпринимательской сфере оттепель. Мы сможем наконец-то точно сказать, что вот эти федеральные программы действительно работают и участвует в них все больше и больше людей, которые эти проекты предлагают. Спасибо большое. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Разберемся». Сегодня мы говорили о социальном предпринимательстве и федеральной поддержке предпринимателей в нашей стране и в нашем конкретно Одинцовском районе. Если у вас имеются какие-либо вопросы, предложения, пожелания, наш телефон 508-86-84. Звоните в течение недели, оставляйте, задавайте, спрашивайте. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте общественной палаты или написать им электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю.